Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, и я квалифицированный инвестор. В сегодняшнем видео в основном будем говорить про самую важную тему. Это санкции в отношении очередных российских банков и, в первую очередь, санкции в отношении Тинькофф, потому что мне эта тема более близка, потому что я инвестирую через Тинькофф, я активный клиент этого банка. Ну и сегодня будем разбираться, что случилось, что происходит и как рынок отреагировал на все это в первый торговый день. Попробуем подумать, страшно это все, не страшно. Будем, короче, друзья, посмотреть. Ну и также полистаем, может, какие-то другие новости, посмотрим на рынки, что на них сегодня происходит, посмотрим на валюты, посмотрим на стоимость сырья и покажу, что происходит в моих портфелях. И выскажу свое личное мнение о том, что будет дальше. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить лайк за видео. Друзья, не стесняйтесь, поддержите канал и напишите, желательно, какой-нибудь комментарий, повлияла ли на вас как-то эта новость, эта информация. Попало ли у вас что-то под блокировку или, может быть, вы работаете с другим брокером. Если вы работаете с брокером, который оказался впервые под санкциями, напишите, как все у вас сегодня проходит. Погнали! Ну что, друзья, эта печальная новость появилась у нас в празднике, она не стала неожиданностью. Об этом говорили, что в годовщину специальной военной операции Евросоюз готовит список санкций. Он долго его согласовал, что-то они не могли там по каким-то нюансам, видимо, договориться. Но список все-таки оглашен и, к сожалению, Тинькофф в нем есть. Тинькофф попал в санкционный список Евросоюза, но при этом, как заявляет банк, ограничения не повлияют на обслуживание клиентов в нашей стране. Кроме Тинькофф туда попали Росбанк и Альфа-банк. Но что касается Альфа, например, банка, он уже находился под санкциями. А вот Тинькофф, в чем уникальность ситуации, попал под санкции вообще первый раз. То есть под персональные санкции попадал сам Олег Тинькофф, потом он передал долю свою в акционерном капитале семейному трасту, а потом вообще продал, по сути, свою долю по Танину и его структурам. И это вот первые серьезные ограничения. Ну и, собственно, до этого Тинькофф был единственным из банков, значимых банков, который не находился под санкциями, если мы говорим именно про российские банки. Там было еще две дочки иностранных банков, это Юникредит и Райфазин. А вот что касается именно российских банков, Тинькофф оставался таким единственным. Ну вот, больше таких банков у нас нет. Ограничения предполагают запрет на сделки с этими банками для организаций граждан стран Евросоюза, а также заморозку активов кредитных организаций на территории Сотружества, указанного в официальном журнале ЕС. В чем плюс? В том, что когда санкции начали вводить еще год назад, постепенно на банковский сектор, расширяя список банков, которые под них попадали, Тинькофф тогда постоянно проскакивал между струек и в этих списках не оказывался. Естественно, они выиграли этот год, у них был вагон времени, чтобы подготовиться, чтобы принять все возможные меры. То есть, если на другие банки, допустим, санкции прилетели, ну так очень стремительно, и в каком-то смысле можно было понять, почему, допустим, какие-то банки не смогли на это оперативно среагировать, и какая-то часть там активов оказалась, блокировки и так далее, то у Тинькоффа было много месяцев для того, чтобы спокойненько все взвесить, продумать и вот такой вот запасной вариант на случай этого сценария разработать. Ну и, собственно, команда Тинькофф нас уверяет в том, что они это и сделали. Прямая речь, мы хорошо подготовились к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств. Альфа и Росбанк также сообщили, что новые санкции на их работу не повлияют. Эти банки уже под санкциями США находились и работают, как и прежде. Приложения Тинькофф при этом не исчезнут из App Store и Google Play. Сервисы удаляют, если организация подпадает под блокирующие санкции США. Но, друзья, понимаем, если Евросоюз внес в списки Тинькофф, то и, вероятно, включение в санкционные списки США тоже не за горами. Этого нельзя исключать. Тинькофф инвестиции приостановили торговлю бумагами, которые обращаются на биржи СПБ. Это из последствий. Брокер сделал это, чтобы перевести активы в неподсанкционный депозитарий. Пока не раскрывается, что это такое будет. Ну, много сейчас в интернете обсуждений на эту тему. Короче, это будет какая-то прослойка, которая уже согласована. И Тинькофф сейчас все по-тихому туда перебросит. Наладит какие-то иные маршруты. И при этом мы с вами ничего, по идее, не заметим. То есть, в приложении, как раньше все работало, так и продолжит работать. Ну, как говорят в Тинькофф, это все займет до трех недель. То есть, от недели до трех они берут на этот перенос. Но тип того, что весь сценарий уже проработан, все механизмы отлажены. Надо теперь просто все это реализовать. Поверим, друзья. Но, как бы, держим в уме, что, как бы, другие брокеры, которые попадали под санкции ранее, они тоже этими обещаниями кормили. Но во многих ситуациях это получилось либо криво, либо не получилось совсем. Временные ограничения на торги. Также коснулись акции США, Европы, Гонконга. Так как доступ к ним предоставляет биржа СПБ. Для рублевых бумаг, торгующихся на Мосбирже, при этом ничего не меняется. Клиенты могут покупать и продавать акции и депозитарки. В том числе, X5, Яндекса, Озона и других компаний. Еще из важного Тинькофф приостановили торги евро. Это действительно так. Я сегодня в своем приложении покопался и некоторые позиции проверил. Но мы ближе к концу ролика туда доберемся и посмотрим, что сейчас вообще доступно для торговли, а что недоступно. Вывести валюту со счета при этом можно. Еще, друзья, на Мосбирже приостановлены торги бумагами 15 БПИФов под управлением Тинькофф Капитала, в составе которых есть иностранные активы. Это, конечно, хреновая ситуация. Но, опять же, время выйти из них было, потому что активы эти торговались уже много месяцев. И тот, кто в них продолжал сидеть, осознавая все эти риски. А риски все эти были понятны. Что рано или поздно Тинькофф в санкционные списки может попасть. Ну, друзья, что тут сказать. Вы, собственно, сами выбрали этот маршрут. Мне кажется, уже каждый блогер в интернете по сто раз сказал, что, блин, ни в коем случае не инвестируйте в активы из недружественных стран через российскую инфраструктуру. Если вдруг вы это по-прежнему делали, ну, очевидно, вы понимали, нахрена и какие могут быть последствия. И ограничения коснулись бумаг Тинькофф Стратегия Вечного Портфеля в США, Тинькофф Вечный Портфель Евро, Тинькофф Золото, Тинькофф США 500 и другие фонды. УК Тинькофф Капитал приступила к реализации инфраструктурных изменений, которые позволят клиентам, как и ранее, торговать всеми фондами. Объяснили в компании. Выдача и погашение паев пока недоступны. Ну, то есть, да, хороший сценарий, что проходит максимум три недели. И все это, бабах, опять постепенно, незаметно заработало. То есть, мы просто зайдем в приложение, и все, как и прежде, торги возобновлены. При этом там где-то внутри просто изменится депозитарий, либо еще там какие-то схемы, но нас это никак не коснется. То есть, мы как через приложение могли все это делать, так и продолжим. Это хороший сценарий. Ну, держим в уме и плохой сценарий. Это может занять больше трех недель, я допускаю. Ну, и будем надеяться, что проблем не возникнет, и все это не зависло навсегда. Специалисты Тинькофф изучают решение Еврокомиссии о введении санкций. Когда будут подробности, они добавят еще об этом какую-то заметку и более подробно прокомментируют. Ну, и как следовало ожидать, сегодня возобновились у нас торги, и сразу же бумаги TSC Group рухнули. Инвесторы стали распродавать акции после того, как ЕС ввел санкции против Тинькофф банка, и бумаги подешевели аж на 13%. Ранее на рынке надеялись, что банку все же удастся избежать ограничений. Потом, правда, ситуация стабилизировалась. После первых минут паники на 10-10 по Москве падение составляло уже не такие страшные 6,58%. В пятницу, 24 февраля, после закрытия торгов, стало известно, что Тинькофф был включен в 10-й пакет санкций Евросоюза. В частности, это приведет к отключению от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, поскольку ее штаб-квартира находится в Бельгии. Друзья, про SWIFT пару слов. Стоит ли этого бояться? Ну, если, допустим, вы совершаете какие-то международные переводы, иностранные валюты, то да, это проблема, и теперь Тинькофф, скорее всего, такие переводы совершать не сможет. Но, откровенно говоря, он их и так в последнее время делал в ограниченное количество стран, и недружескую валюту вы и так никуда перевезти в реале, как бы, ну, фактически не могли. Да, были какие-то там обходные пути, возможности, там, юаней можно было куда-то пулять, еще там каким-то дружеским странам на Средней Азии что-то можно было отправлять. Сейчас, вероятно, полностью эти возможности свернут, но, наверное, какие-то альтернативы нам предложат. Есть какой-то российский аналог SWIFT, да, там к нему подключено значительно меньше банков. Ну, очевидно, что в какие-то дружеские юрисдикции все равно переводы наладят. А вот что будет с недружескими странами? Ну, наверное, останутся только какие-то варианты типа Райфайзенбанка, он по-прежнему работает. Ну, либо просто не переводить никуда ничего. Ну, и вот, кстати, еще одна новость из этой же серии появилась. Биржа Казахстана объявила о делистинге российских акций на фоне санкций. Листинг акций некоторых российских компаний был приостановлен из-за санкций и трудностей при торговле бумагами и проведении по ним расчетов между Россией и Казахстаном. Точное количество бумаг пока не приводится, поясняет председатель правления биржи. Ну, будем наблюдать за развитием этой ситуации. Понятно, что вот такие вот дружесные, в общем-то, нам страны и зоны, они не будут сейчас подставляться и будут, возможно, стараться подальше держаться от вот этих российских подсанкционных компаний. Ну, наверняка все равно какие-то лазейки найдутся. Ну, и также сегодня пишут, что брокер Тинькофф начал закрывать короткие позиции по иностранным бумагам. С 27-го числа Тинькофф временно приостанавливает торговлю иностранными бумагами. Решение было принято после того, для того, чтобы перевести активы клиентов в неподсанкционный депозитарий. Сначала об этом написали в трейдерских телеграм-чатах, что им пришло уведомление о том, что брокер может принудительно закрыть часть позиций. И в пресс-службе брокера РБК Инвестициям позднее эту информацию также подтвердили. Шорты по иностранным ценным бумагам закрываем, по валюте нет, сказал представитель Тинькофф, добавив, что в ближайшее время будут восстановлены все привычные торговые опции для клиентов. Ну и много сейчас, конечно, паники. Мне даже сегодня кто-то в Телеграм писал, типа, вот и что теперь с Тинькофф будет, вот все, приплыли. Ну как бы что приплыли, друзья? Ну продолжать будем пользоваться дальше и радоваться. Все будет замечательно работать, если не залезать в иностранные ценные бумаги. А вероятно и их оборот и работу с ними в ближайшее время наладят. Поэтому не переживайте, все будет в порядке. Тинькофф не первый, Тинькофф, очевидно, не последний. Другие банки сохранили свою платежеспособность. И я уверен, здесь все будет хорошо. Поэтому мое предложение подключать премиум бесплатно, актуально по-прежнему. Если хотите стать вип-клиентом Тинькофф, открывайте описание, первый комментарий. И там по ссылочке получите три месяца в подарок. Один вам Тинькофф подарит и два месяца лично от меня, моим друзьям и подписчикам. Если потом не понравится, друзья, да просто тихо отключайте и все. И пользуйтесь, получается, три месяца на халяву. Учитывая, что месяц стоит почти 2000 рублей. То есть я вам могу подарить 6000 рублей. Открывайте, подключайте, пользуйтесь. Так, ну и давайте смотреть, что у нас происходит на рынках. Америка пока что не открылась. Последняя торговая сессия там была дружно в минус. Доу Джонса, СНП и NASDAQ потеряли более процента. Сегодня в Европе динамика положительная. Футси плюс 0.41, КЭК плюс 1.16, немецкий ДАКС плюс 1.39, плюс японский Никей. А в минусе Австралия и Китай. А вот по российским бумагам, пожалуйста, друзья, вот вам и санкции. Плюс 2.28 по индексу РТС, плюс 1.1% по индексу Мосбиржи. Золото стоит 1811, сегодня около нуля. Ну, в основном сегодня все сырье дорожает. Платина, палладий, алюминий, медь, никель. А вот нефть снижается минус 0.3, 82.87 за баррель бренд. Ну и тоже вот весьма показательно, что на фоне этих новостей рубль, наоборот, пошел вверх. Почему-то доллар минус 1.29, евро минус 1.18, доллар стоит 75.15, евро 79.37. Напомню, что ту неделю мы закрывали с долларом больше 76. Ну и вот картина по крипте. Биткоин сегодня минус процент, 23 398 долларов за монету. Ну и вот так, друзья, выглядит картина по российскому индексу Мосбиржи. В плюсе сегодня сама, собственно, Мосбиржа плюс 2.7. НЛМК плюс 2.7. Также Сбербанк, Северстали, Преф и Сбера в пятерке лидеров. Аутсайдеры сегодня Ростелеком, Яндекс, ВК, Глобал Транс и Тинькофф на момент моей записи минус 4.6. Если мы полистаем и посмотрим, то Тинькофф у нас находится на девятой позиции по весу и весит он 2.85% от индекса. Ну и неудивительно, что такое, в общем-то, и незначительное падение за собой весь российский рынок не потянуло. Ну и, друзья, про себя могу рассказать. Я, разумеется, тоже внимательно следил за всеми новостями и допускал, что санкции в отношении Тинькофф ведут. Я прекрасно понимал, что моему портфелю ничего не грозит, потому что я подбирал активы именно с таким расчетом, чтобы не попадать на никакие неприятности. Но, тем не менее, 22 февраля я вам показываю переписку со своим менеджером Артемом. Я ему написал, Артем, добрый день, можете мне сегодня набрать, хочу обсудить тему предстоящих санкций в отношении Тинькофф и риски для моих активов. Мне Артем в этот же день перезвонил, это было 22 числа, ну и мы с ним где-то полчасика побеседовали, обсудили все эти моменты, прям пробежались по всем активам. Артем мне рассказал, что они планируют делать в случае санкций. Ну и, собственно, спокойно мы ушли на праздники, и вот на праздниках эта новость прилетела. К чему рассказываю? К тому, что, друзья, обязательно соблюдайте все возможные меры предосторожности. Ваши деньги – это только ваши деньги. Думайте головой. Если вы что-то покупаете, взвешивайте. Безопасно ли это в свете всех текущих событий? Если сами не знаете ответа, напишите мне, напишите еще кому-то. Напишите в службу поддержки. Обязательно найдите того, кто вам сможет на эти вопросы ответить. Мне, кстати, можно писать в Телеграм, ссылочки в описании, в комментариях. Также провожу консультации и помогу вам собрать безопасный портфель, если вдруг у вас с этим сложности. Итак, друзья, за что, собственно, переживать не стоит вообще? Это за любые российские корпоративные облигации в рублях, но особенно за ОФЗ. У меня их достаточно много, и по ним, естественно, даже в теории никаких блокировок быть не может. То есть, если вы инвестируете в долг, а желательно в госдолг, можно спать спокойно. Дальше, друзья, не страшно покупать российские акции, либо, собственно, напрямую, чего я уже не делаю больше двух лет, либо в составе фондов. Вот, пожалуйста, Тиньковский фонд TMOS на индекс Мосбиржи. Прекрасно себе торгуется, можно купить, продать, никаких проблем. То есть, это точно не заморозит. Безопасно покупать физическое золото GLD RUB TUMORUM. Потому что инструмент чисто наш, золото хранится у нас в России, никаких санкций тут тоже быть не может. Смело покупайте через любого брокера, ничего с этим активом не случится. Также, по-прежнему, в Тиньков доступна торговля долларом. Прекрасно все работает. Ну, я сильно сомневаюсь, что торговлю долларом нам заблокируют. Для этого должны быть какие-то санкции на НКЦ. Но это совсем уже из области фантастики. Я в это не сильно верю. Но, тем не менее, друзья, еще раз подчеркиваю, держать валюту в кэше доллар особенно нежелательно. То есть, если кэш, то либо валюта дружественных стран, ну, либо рубль, понятно, да? То есть, доллары нежелательно. Если берете доллары, покупайте на них безопасные активы. Если евро, ну, видите, вот евро заблокировали. Поэтому я не держу в кэше ни одно, ни второе. Ну, и вам того же советую. Дальше, друзья, евробонды в юанях. Тоже все будет с ними в порядке, потому что это дружественная юрисдикция, потому что это дружественная валюта. Можно смело брать. Да, доходность по ним может быть не очень большая, но зато будете спать спокойно. Ну, и вот, собственно, актив, который вызывал у меня наибольшее опасение – это еврооблигации в долларах. Ну, они же есть и в евро. Ну, вот, например, «Газпром-2027». Но это замещайки, друзья, то есть они сейчас полностью, купоны по ним выплачиваются рублями, погашение будет тоже рублями. То есть это просто, по сути, российский инструмент. Опять же, в российской инфраструктуре, видите, ИСИН у него начинается с РУ. И тут тоже все будет хорошо. То есть никакой блокировки этих бумаг нет и, надеюсь, не будет. Вот, пожалуйста, эту бумагу можно вполне себе спокойно продавать. Вот из-за этого, единственное, я решил еще раз с Артемом проконсультироваться, но он мне сказал, что все нормально и лишний раз меня в этом убедил. Ну, а, собственно, зависло то, что я и перечислял. Зависли иностранные акции, те, которые торговались в последнее время. Зависли иностранные фонды, например, Тинькофф на S&P 500, TSPX и аналогичные. Друзья, но, опять же, винить тут некого. То есть возможности выйти из этих бумаг было предостаточно. Например, когда эти фонды разблокировались, когда это было, наверное, в конце весны, летом прошлого года, ну, я сразу же от всего заблокированного, разблокированного, точнее, решил избавиться. Ну, зачем, как бы, здесь с огнем играть? Ну, вот тот, кто решил оставить, сохранить, не послушался советов умных людей. Ну, друзья, что сказать? Нечего сказать. Единственное, надеюсь, что через три недели Тинькофф каким-то способом все это вновь запустит. Но, друзья, опять же, если даже это случится, это будет, мне кажется, хорошим звоночком. Лучше не рискуйте. Выводы. Что меняется для тех, кто действует осторожно и инвестирует через Тинькофф только в российский рынок, только в российский госдолг, либо в иностранные активы, иностранные валюты дружественных стран. Ничего, друзья, вообще ничего не изменится. Вот я сегодня зашел в приложение, и как оно у меня работало 22-го числа, или какого там у нас был крайний торговый день, 24-го, да, пятница, так все и работает. Обычная торговая сессия. Ни одного актива у меня в блокировке не оказалось. Если же вы хотите инвестировать в иностранные рынки, в иностранные валюты, ну, сто раз уже сказано, открывайте счета за границей, открывайте счета у иностранных брокеров, находите способы переводить туда деньги, и только так вы сможете себя обезопасить. Через российские банки, через российских брокеров не рискуйте. Что будет с банком? Ничего, друзья, не будет. У нас банк для работы внутри России полностью автономен. То есть, ну, видите, у нас же там под глухими санкциями СБЕР, ВТБ, там и все прочие системно значимые, все прекрасно работают. То есть, никто у вас не заберет там ваши рубли со счета, ничего там у вас не случится с вашими картами. Вообще вы никак не заметите эти санкции. Эти санкции в основном коснутся только тех, у кого сейчас зависли бумаги раз, и тех, кто пользовался свифтом для каких-то международных переводов. Для остальных клиентов это все пройдет абсолютно бесследно. Поэтому, друзья, давайте не паниковать, давайте двигаться дальше. Подключаем голову, не совершаем ошибок. Ну и если что-то непонятно, пишите, спрашивайте. Постараюсь подсказать, помочь. Все мои контакты в описании и в первом комментарии. Спасибо, друзья, хорошего вечера, все будет нормально. Пока.